Это репорт на дожде. В сентябре вступил в силу закон о такси, направленный на то, чтобы регулировать как-то деятельность таксистов и, собственно, нелегальных таксистов, их же еще называют бомбилами. Да, Жанна? Да, дело в том, что этот закон должен был вообще с улиц города убрать этих самых бомбилов, привести бизнес в порядок, то есть машины должны быть одного цвета, должны быть шашечки, должны выдаваться чеки. Мы решили провести такой эксперимент, а заодно и проверить, как же работает этот закон. Действительно ли нет бомбил, действительно ли выдают чеки, ну и кто, кого быстрее довезет, бомбил или профессиональный таксист. Я поеду на такси, которое мы вызвали по телефону. Официально аккредитованное, авторизованное такси, наверное, будет с шашечками. Да. Володя, наш оператор, очень хорошо известный всей стране, поедет на такси, которое он поймает посредством, как говорится, клича, вытянутой руки. Ну а Жанна сядет в свою белую бибику, включит навигатор и отправится туда своим путем. И мы посмотрим, кто же первый из нас всех туда приедет. В общем, непонятно, кто куда дальше приедет. Почему? Потому что я выбрала напрямую по набережным. Как поедут сейчас ребята, честно говоря, не знаю. Но я думаю, что частник, конечно же, поедет быстрее. Почему? Потому что чем больше клиентов он отвезет, тем больше денег он получит. А таксист, который у нас легальный, который у нас с чеками, с документами, в общем, со всеми прибамбасами, он быстро не поедет. Я в этом уверена, потому что я уже с ними накаталась вдоволь. 20 минут уже едем. Алло, Путин и Медведев там живут? Да, да, да. Дома? Там дома? Там живут, да. Так, что-то все притормаживают. Мы едем по Москве в нитовской тачке. Можете номера снять. А? Да, номера, ты зачем? Нитовская. А у вас Нитовская? Да, у вас заметили. А вы не будете их менять? Зачем? А? Я уеду, что ли? Куда? Дома. А у Слаты? Это же кислород. Навигация? Навигационный систем? Вот здесь навигация. Нету навигации у вас? Нет, навигация есть. Почему? Это просто я не пользуюсь этой навигацией. Вообще существует такое мнение у водителей, профессионалов, что вот вы едете по одному маршруту, вы четко представляете, куда вам надо, не съезжайте с этого пути, потому что вы потратите больше времени на, собственно говоря, альтернативу. Мы сейчас поехали от Красной Октябрь, мимо квартиры Путин-Медведев, потом Большой театр. Вот это вот самое страшное здание, КГБ. КГБ. Какой бы, кто бы сейчас путь не выбрал, пробки гарантированы. Что я еду по набережной, что Гей, мне кажется, все-таки попал, сам того не знаю, на Каменный мост, потому что больше я их не видела, как мы стартанули. А вот куда поехали все-таки ребята? Мы потерялись, да, Волк? Мы потерялись. Люди не можете объяснить. Потерялись мы. Едем 50 минут. 50 минут мы уже едем. И сколько надо еще время? Ну, сейчас вот повернем, тут уже немного, минут 10-15, может быть. 10 минут, мы будем на месте. 15 минут. Авторепорт. Мы подъезжаем к Академике Королева. Еще немного, еще чуть-чуть, и мы будем на финишной прямой. Спектакль окончен, такси уезжает. Есть у меня подозрение, что приехали мы раньше всех. Вот форма Останкина. И... По-моему, я приехал раньше тебя. А? Да? Одинаково почти? Да, почти. Ну, он мне выписывал счет. Сколько получилось? 750 рублей. А, 400. Вон они. Так, к сожалению, к сожалению, господа. Или вар? Да ладно, слушайте, я была уверена. Авторепорт.